друзья всем привет это астропрогноз на июль 2024 года для всех знаков дитяка поехали значит постараюсь по-быстрому вкратце немножко изложить чтобы вас не задерживать и самого себя времени нету сейчас лето очень понимаете записываю позже чем обычно поэтому будет у каждого возможность проверить как у вас проходит вот допустим 1 декада сейчас и насколько соответственно я еще буду делать для луны гороскоп и посмотрите как у вас там по солнцу или по луне значит у овна первая декада это какой-то отчаянник это безысходность какая-то тяжелая ситуация это какой-то болезненно-психическое состояние и и плохое настроение то есть одно нужно преждать декаду эту и вторая декада для овна кстати плохая новость для 1 1 2 декада тоже отчаяния полное какое-то разрушение как-то какой-то полный провал кота потеря каких-то надежд короче ну все очень даже плохо и 3 декада но третью декаду какие-то новые перспективы появится возможно какая-то симпатика это привязанность и возможно встреча года партнером по работе либо же в любовном плане ну первая декада у тельца все хорошо как телец повернет так у него все и будет значит вторая декада для тельца и какая-то борьба какая-то конкуренция какой-то рост это это все после какого-то краха то есть это очень даже хорошая декада для того чтобы чем-то заняться очень недельным 4 декада для тельца вы будете держать какую-то нейтральную сторону в плане справедливости у вас будет какая-то справедливость какая-то власть и вы будете внедрилететь то есть вы не будете ни за кого топить близнецы первая декада идет какая-то неопределенная жизни потеря баланса и какой-то стабильности ну что сказать близнецам держитесь вторая декада для близнецов это учеба какая-то возможно ну возможно жизнь будет вас чем-то учить помните рак и раки в прошлом и позапрошлом месте у них такая ситуация была значит третья декада для близнецов это какие-то сомнения какие-то временные трудности и какой какая-то замкнутость какая-то закрытость вообще окружающих от мира какого-то всего да ну вот помню у рака было да пару месяцев назад прошлом месяце позапрошлом воде и она перекинулась на близнецов прикольно так раки теперь у нас первая декада это какие-то перемены какой-то но у вас будет позитивное настроение возможно партнер какой-то появится работе может быть в любой отношениях значит вторая декада для рака у вас в работе будет все ок а вы будете получать удовольствие то удовольствие от этого от работы даже если какие-то мелочи будет и это будет такой труд для себя скажем так ну может быть для кого-то души короче и третья декада дель драка это какой-то успех достижение каких-то какие-то какие-то достижения в плане творческом и рост в общем действуйте все будет ок лет первая декада у львов как всегда экоизм уверенность в работе и львов как бы все хорошо в этом плане он знает что ему надо что ему в работе надо что в отношениях надо как бы главное чтоб это было действительно то что он знает и не какая-то придуманность вторая декада для львов это успех в бизнесе и финансы в семье там все тоже как бы вообще замечательно третья декада для львов если вы женщина то вы смелая решительная по головам идете как бы про львов это прям в точку про них и вот они будут именно в июле они будут прям проявлены прям по максимаю про максималки именно как вот сам знак где вы первая декада это какие-то желания будет низменное какое-то искушение какие-то может быть зависимость чем-то да от кого-то чего-то может быть к это злоупотребление какой-то силой но не сказать что плохо или хорошо как получится вторая декада для девы это умеренность какая-то во всем то есть тут не нужно перегибать будет палку ну есть что-то там у вас да и хорошо то есть нужно держать какой-то баланс третья декада для девы это а то уверенность и понимание хотелок своих вот и все как бы и еще нужно знать что у девы в третьей декаде это нету никакого страха прям перед риском да то есть будет рисковать и вообще бесстрашно это какой он больше значит для для весов первая декада значит это стресс будет возможно у вас какой-то и способность с ним справляться и борьба как за свои идеалы вот значит 2 декада для весов это будет выгодные отношения какие-то какие-то новые возможности какие-то хорошие новости у вас будут в эту декаду и это как раз для весов норм но по знаку значит третья декада для весов это деньги удача рост вообще все благо благе блага благе в общем все хорошо будет третью декаду весов значит скорпион у скорпиона будет такой период что скорпион может заняться чем-то новым и вообще с самых самых низов так сказать что-то сделать какой-то проект что-то заложить то что вырастет будущем в траде когда для скорпионов это нужно быть щедрым ну не нужно жадничать открытым быть на эмоции что-то что-то попросит ну даже даже может быть деньги не знаю как получится и третья декада для скорпиона это наоборот придержать нужны деньги придержать эмоции то есть вот такая вот загадка как да значит для стресса первая декада терпение упорство усердно труд для того чтобы достичь какого-то результата хотелось бы мне пожелать стрельцу это хотя мы знаем да как она иногда бывает четверая декада для стрельца это какой-то эмоциональный приз эмоциональный кризис страх печаль депрессия это очень будет сложный период третья декада для стрельца это может быть какой-то успех через трудности да хотя маловероятно для знака этого но в принципе возможно значит это какие-то закрытость в отношениях и недоверие какое-то все значит первая декада для козерогов это какое-то осуждение вообще получится что тяжело в этот период нужно просто понять что наступит следующий следующая декада и будет все ок то есть не нужно осуждать людей говоришь они там плохие такие сякие потому что прежде всего нужно на себя посмотреть и вторая декада для козерогов это какой-то временный тупик и время для размышлений как раз вот и третья декада для козерогов это это какие-то новости очень хорошие семейные семейные хорошие семейные отношения чак там домашние и так далее значит водолея первая декада водолея ждает страх это какие-то стресс какой-то какой-то прямо очень такой жесткий период но можно это немножко по-другому трактовать то есть через страх через страх проходим какие-то испытания и может быть наоборот все очень хорошо да вообще во всем но это редкость очень даже редко но метко как 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 получится так и получится поэтому водолею только пожелать остается чтобы справиться со своими эмоциональными тупиками вперед действует в тракте козы для водолея это я могу но не факт что я реально могу да то есть я я могу горы свернуть до лежа на диване то есть я с этим сравниваю потому что как бы реально можно мочи да но нужно понимать что реально можно но не словами 3 декады для вдалия вы будете в раздумьях чтобы сделать какой-то верный шаг вот так как то так для рыб первая декада это учеба стремление какой-то успех учиться учиться еще раз рыбе учиться что ради как для рыбы паника какая-то при угрозе опасности да это нужно пересмотреть вообще отношения к людям с кем общаешься то есть с кем-то плохо общаешься нужно посмотреть что почему найти корень проблемы причину не ухудшать ну или наоборот с хорошим человеком как ты думаешь но он нехороший 3 декады рыбы это беспокойство какие-то финансовые трудности из-за ошибочных действий которым мешает гордость и глупость значит это был раций так астропрогноз а июля 2004 года давно я вам подсказку не говорил да на месяц значит подсказка будет в этом месяце это баланс держать между хочу и надо так далее то есть в любом в любом виде баланс то есть нужно понимать если ты хочешь много значит для этого нужно много сделать то есть ты сразу много не получишь или наоборот не хотеть мало глупо не звучало и как всегда понял что год справедливости все будет по справедливости в этом году ну и месяц этот будет все будет движение это может путешествия какие-то там не знаю стройка может какая-нибудь там может переезд какой-то да ну и плюс в этом месяце да много будет лжи обмана как с вашей стороны так и в сторону других людей поэтому будьте бдительны на связи всем пока